Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова из которых половину задействуют в зимнем содержании дорог. Также планируется объединить 45 ДРСУ в 12 территориальных управлений. Это повысит загрузку техники и оптимизирует логистику, стройматериалов и оборудования. На следующем заседании обсудят содержание федеральных трасс на территории республики. 10 миллиардов рублей составил общий объем платежей через систему ОЛГА. Об этом в ходе заседания правительства Башкортостана сообщил глава Минцифры Геннадий Разумикин. Ежедневно жители республики приобретают до 500 новых проездных карт. На сегодняшний день их выдано почти 700 тысяч. Власти региона намерены масштабировать проект и внедрить в регионе карту жителя ОЛГА Башкортостан. В ней планируется реализовать весь функционал социальной карты и карты школьника. Это обеспечит удобный доступ к социальной помощи, значимым республиканским и муниципальным услугам. Выпускать карту жителя в форме цифровой карты на базе электронно-цифровых устройств оформлять карту жителей и услуги, предоставляемые с использованием карты на региональном портале государственных и муниципальных услуг, реализовать различные электронные приложения для разных категорий граждан, такие, например, как электронный социальный сертификат, образовательные, социальные, кампусные приложения и иные. Башкортостан – второй регион после Москвы, где внедрена социальная карта. И один из первых, где единая транспортная карта действует для всех перевозчиков на территории республики. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.